По данным украинского генштаба, больше половины российских атак на фронте были именно на Авдеевском направлении. Как защитникам Украины удается удерживать, сдерживать российские атаки? Как под беспрерывными обстрелами живут гражданские? Расспросим офицера 59-й отдельной мото-пехотной бригады имени Якова Ганзюка, майора Сергея Цихоцкого. Сергей, здравствуйте. Доброго дня, слава Украине. Героям слава. Сергей, какая ситуация вокруг Авдеевки по состоянию на этот час? На этот час противник постоянно проводит наступательные действия днём и ночью. Начал использовать тяжелую технику. Танки были замечены, уничтожены за эти несколько дней. Вчера, например, два раза были выходы пехоты с помощью боевых машин БМП. Одна из них была повреждена, остальные все отошли. То есть они само столкновение технику не используют. Больше на дальних подступах для подвоза БК и личного состава. То есть в основном идут как ранее малыми этими пехотными группами, местными штурмами? Пехотные группы, да. Практически все. Весь, ну скажем так, живая сила противника была ликвидирована. И мы очень внимательно наблюдаем за каждым их движением. Значит, ну противник, скажем так, сейчас очень активно стал использовать заметно средства радиоэлектронной борьбы. В том числе они ее ставят уже и на БМП, чем затрудняется, как бы, скажем, на наши возможности относительно их ликвидации. Вот. Но все равно мы ищем моменты, способы, где их достать, как достать. Вот. Очень активно ликвидируем их нефантификационное сооружение. Вот. И такое. Издание Forbes пишет, что Российская Федерация стала гораздо меньше использовать ланцеты на фронте. Например, в августе прошлого года 126, а в декабре 59. И это может быть связано с падением производства после взрывов на заводе в Сергиевом посаде в августе. Мы уже спрашивали об этом у Натальи Гуменюк. Заметно ли это на Южном фронте? Скажите, если речь идет о Авдеевском направлении. Заметно ли там уменьшение использования ланцетов? Ну, ланцетов заметно меньше. Да, я могу это подтвердить. Но других беспилотных аппаратов, значит, летательных, которые летят и делают радости, их достаточно много. И все они несут опасность, и все они несут неприятности, скажем, для наших позиций. Но в тех же периодах все позиции бригады на месте удерживаются. И средства для удержания позиций на явности, так скажем. Известно ли, какую группировку сконцентрировала Российская Федерация в попытках захватить Авдеевку в этих штурмах? И кто там воюет на сегодняшний день? Ну, в основном это 1-й армейский корпус, подразделение 1-го армейского корпуса, ДНР, ОАИ, плюс это вот эти отряды «Шторм». Это точно знаем, да, и их много, и они пока что не заканчиваются. Но хочу отметить, что на сегодняшний день уже около 388 тысяч в общей цифре ликвидировано. Да, это уничтожные безвозвратные потери противника за все время полномасштабного вторжения. Поэтому эта цифра очень большая, и рано или поздно она все равно даст свои плоды и результаты. Они это понимают уже. Это мы видим и по характеру, по настроениям, по перехватам. У нас не остается другого выхода, мы вынуждены это делать. Мы будем их убивать до тех пор, пока они будут идти и делать спробы захватов, руйнин, разбитых посадок и так далее. Вот вы говорите, что это видно по перехватам, в том числе, а пленные сдаются? Возможно, они тоже что-то рассказывают, когда попадают в плен? Ну, скажем так, мы пока что не брали пленных на нашем участке. А те, что сдаются, что они будут говорить? Конечно, они говорят, что я не хотел, меня прям заставили, меня там ванули. Штормов все рассказывают, что мне надо было срок скосить, я никого не хотел убивать, стрелять и так далее. Но верить любому плохому русскому никто не будет. Слушайте, ну вы знаете, Сергей, поражает то, что почти два года уже идет полномасштабная агрессия России против Украины. И до сих пор они рассказывают о том, что они не знали, куда идут, чуть ли не заблудились, собирая грибы, очевидно, в Брянской области. А что по перехватам удается узнать? По перехватам они очень жалуются на то, что они удивляются и не перестают удивляться мастерству украинских военных наших. Не перестают удивляться отношением своих командиров к подчиненным, снабжению и так далее. То есть это все продолжается. И по перехватам те, кто уже находится в зоне боевых дней, действия очень сожалеют об этом, что они сюда попали. Но есть и такие, которые, скажем, можно их назвать россиянскими нацистами, которые именно за идею, которые верят в правильность слов их фюрера и продолжают таким же образом. Но таких очень мало, таких очень мало. Их, как правило, кидают в эти общие группы для поддержания, скажем, боевого духа и контроля за всеми остальными. Наверное, если бы их не научились, я имею в виду вот эти мобилизованные, в том числе научились их ликвидировать, мы бы спокойно их принимали бы в плен, они были бы в тепле и дожили бы до того момента, когда война закончится нашей победой, и мы сможем их передать на родину или там, ну, по крайней мере, они сохранят себе жизнь. — 10 октября прошлого года Россия начала массированные атаки на Авдеевку, пытается захватить город с того момента активно. Прямо сегодня уже 3 февраля на календаре. У вас есть понимание, во-первых, как долго они смогут это продолжать, а во-вторых, какой смысл ложить такое количество людей, просто убивать в этих местных штурмов для того, чтобы захватить город, который фактически разрушен? — Вот смотрите, мы в Украине, разговариваем с вами на русском языке, и нас это, ну, 100% никто не убьет, не расстреляет, вот, и так далее, и так далее. Про чем так говорить? Что страна абсолютно идет по правильному демократическому пути развития. Вот мы максимально все, что можно, допуск, средства массовой информации ко всем событиям, которые происходят в стране и на фронте, и так далее. Вот. А это за 30 лет Путин превратил Российскую Федерацию в какую-то, ну, не знаю, как это, даже характеристику дать. Вот. Банда, террорическая организация, там, ну, ни в коем случае не страна, которая может называться, там, словом, страна даже. Например, государство, страна, все институты демократии, закона абсолютно нарушены. И должны все-таки, там достаточно людей, которые умеют думать, у них должно хватить силы, воли, и выйти на улицу и остановить это со своей стороны. Зачем дожидаться, пока их родственников, родных, там, близких привезут в ящики или вообще не привезут, и напишут, что он пропал в ящике. Да, Сергей, вы абсолютно правы. Вот. Это все равно их рабочие. Или как минимум поменять президента. Например, есть такой шанс у россиян на в марте очередные выборы в Российской Федерации. Мы называем их выборы Путина, потому что альтернативы, очевидно, нет. Но если бы, верно, и бы люди хотели, они смогли бы изменить ситуацию. По крайней мере, так работает в демократических странах. Сергей Цихоцкий, спасибо вам большое. Майор, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Ганзюка, говорили о ситуации в Авдеевке. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова